Всем привет, я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. И сейчас мы прочитаем мою статью относительно новую, 2023 года, февраля месяца. Один из ключевых итогов военного года для России состоит в том, что надежды украинских и западных наблюдателей на массовое сопротивление россиян, развязанной Владимиром Путиным войне, не оправдались. Все чаще критики российской власти по обе стороны российской границы приходят к выводу, что дело, вероятно, не только в режиме, но и в самом российском обществе, которое остается лояльным государству даже в ситуации, когда государство ежедневно совершает преступления. Молчаливое большинство российского общества выглядит как соучастник Путина в этой войне. И среди критиков Владимира Путина уже не считается недопустимым, анализируя общественное настроение в России, использовать самые жесткие обобщающие штампы вроде векового рабства и генетической предрасположенности русских к несвободе. Чем бы ни закончилась эта война, русский народ выйдет из нее с испорченной репутацией, год, в течение которого идут военные действия, не дал ни одного весомого повода отделять российскую власть от большинства граждан. Агрессивная война оказалась общим делом Владимира Путина и почти всех россиян. По понятным причинам, наиболее эмоционально в оценках украинские комментаторы, в том числе официальные лица. Противопоставляя украинцев россиянам, они говорят, что украинцы исторически свободолюбивая нация, не раз доказывавшая, что свобода имеет для нее особую ценность, и защищать ее украинцы готовы всегда. Не только сейчас на войне, но и дважды в ходе успешных революций в Киеве в 21 веке и во время ожесточенного вооруженного сопротивления советской власти после Второй мировой войны у русских не было ни Майдана, ни Бандеры. Русские покорны и послушны своей власти. Очевидно, что свобода для русских значит гораздо меньше, чем для украинцев. Будучи русским, я, конечно, не принимаю эти упрюки непосредственно на свой счет. Я не считаю себя рабом, я не лояльна Владимиру Путину, свобода, личная, профессиональная, творческая, лежит в основе всей моей жизни. Обобщение о русской несвободе действует мне на нервы, и даже если помнит, что я объективно принадлежу к небольшому активному меньшинству, а в последние годы вообще не живу в России, мне не хотелось бы верить, что мой народ как-то особенно предрасположен к несвободе. Но вопрос ведь и не стоит так, чтобы верить или не верить. Есть объективные факты. Антивоенные протесты в России не очень впечатляющий список разрозненных эпизодов, чаще всего персональных, не коллективных. Миллионы граждан России не просто молчаливо терпят Владимира Путина, но и охотно участвуют в организованных властями акциях по сбору помощи для российских солдат на Украине. А когда Владимир Путин объявил мобилизацию, людей, которые, не желая воевать, поспешили уехать из России, оказалось заметно меньше, чем тех, которые пошли записываться на войну, не дожидаясь, что их потащат туда силой. Можно сколько угодно обижаться, но это ведь действительно несвободное общество, не так ли? Вероятно, так. Но чтобы снизить торжествующий тон украинских критиков моего народа, хочу напомнить им, что в том несвободном обществе, на которое опирается Владимир Путин, в прошлом году появились новые люди. Жители оккупированных городов, еще вчера такие же свободолюбивые украинцы, как и в Киеве, люди, генетически не предрасположенные к рабству, избиратели Владимира Зеленского и выпускники украинских школ, в которых им не внушали имперские комплексы. Теперь эти украинцы живут под российским флагом, смотрят на вывешенные в их городах портреты Владимира Путина, и, несмотря на все их свободолюбие, не выходят митинговать и свергать российскую оккупационную власть. Иногда, конечно, появляются новости о партизанских вылазках, но их не больше, чем в самой России, где, например, с момента начала мобилизации произошло несколько десятков поджогов военкоматов. В целом же, старые и новые граждане России живут теперь одинаково, не протестуя, не сопротивляясь, подстраиваясь под режим Путина. Можно возразить, что в украинских Бердянске или Мелитополе, где сейчас стоят российские войска и работает российская администрация, политический протест невозможен. Это верно, только стоит иметь в виду, что российский порядок в оккупированных городах ничем не отличается от порядка давным-давно установившегося в российском тылу. Украинцы оккупированных городов не идут с флагами и плакатами против войск, но вообще-то войска, предназначенные буквально для войны собственным народом, стоят во всех российских городах от Калининграда до Владивостока. Специальная силовая структура Росгвардия под командованием многолетнего охранника Путина Виктора Золотова для того и была создана, чтобы в случае массовых протестов подавлять их силой. И в новостной хронике России последних лет есть немало эпизодов, когда солдаты в обмундировании, похожем на космические скафандры, одна из их популярных кличек как раз космонавты, жестоко избивают участников протестных демонстраций, а потом подконтрольные Кремлю суды раздают длительные тюремные сроки не только лидерам, но и самому широкому кругу граждан, осмелившихся протестовать. Да, слово «оккупация» применительно к собственному правительству звучит странно, но почему это не она? У русских и украинцев действительно разное восприятие и свободы, и государства. И оно действительно обусловлено историческими причинами. Но дело совсем не в том, что в XVIII-XIX веке украинские казаки жили свободно на берегах Днепра, а в России сохранялось крепостное право. Все прежние различия между народами успешно стер советский тоталитаризм, в том числе и принудительной миграцией. Многие потомки украинских казаков сейчас это лояльные граждане путинской России, а среди украинских патриотов хватает тех, чьи родители, или даже они сами не так давно переехали из России на Украину. Советский тоталитаризм одинаково давивший любое сопротивление, вне зависимости от того, кто его оказывает. Те лесные партизанские движения 50-х, которыми гордятся на Украине, сражались на территориях, аннексированных Сталином в 1940 году и не знавших террора первых советских лет. Восток же Украины в начале 30-х пережил голодомор, и к сопротивлению уже не был способен. В российских регионах вооруженный протест против советской власти был распространен в начале 20-х годов. История помнит восстание моряков в Кронштадте и крестьян в Тамбове, жестоко и кроваво подавленных Красной Армией спецслужбами. К тому моменту, как Михаил Горбачев провел либерализацию советской власти, советская власть уверенно контролировала всю территорию империи. А когда протестное движение начиналось заново в конце 80-х, его центрами, наряду со странами Балтии, Грузии и Молдовой, были российские Москва, Петербург и Шахтерский Кузбасс, ставшие столицей самых крупных рабочих забастовок советской истории. Киев на карте советского протеста оставался глубокой периферией. Советской Украиной до конца 1989 года руководил давний соратник Леонида Брежнева Владимир Щербицкий, сохранивший на Украине самые жесткие советские порядки. Судьба Советской империи решилась в Москве, когда сотни тысяч россиян вышли на улицы и остановили консервативный переворот, устроенный соратниками Горбачева. Через несколько месяцев лидеры России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о распуске СССР. Они сидели за одним столом, первые президенты России и Украины, Борис Ельцин и Леонид Кравчук, похожие друг на друга седые мужчины, примерно одного, тогда им было около 60 возраста, и глядя на их торжество, трудно было разглядеть принципиальную разницу между ними и их странами. А разница была. Кравчук до того, как стать президентом, был статусным функционером Украинской коммунистической партии, он был лидером украинской номенклатуры, которая по мере деградации советского режима, пользуясь географической удаленностью от Москвы, задолго до 1991 года обустраивала свое, пусть и вассальное по отношению к Москве, национальное государство. Развивала украинскую культуру, поддерживала украинский язык, строила государственные институты. Обретение независимости далось им безболезненно, не принесло больших потрясений. Те же люди, которые весной 1991 года на референдуме о сохранении СССР проголосовали за единую страну, в декабре того же года на новом референдуме одобрили украинскую независимость. Сам Кравчук спокойно проиграет выборы в 1994 году и станет оппозиционным депутатом в парламенте. В России все было иначе. Ее лидер Борис Ельцин, лидер-одиночка, исключенный Горбачевым из советской элиты и пришедший к власти именно как оппозиционер, еще в той входившей в СССР России, которая в силу особенностей устройства Советского Союза была лишена собственных государственных институтов и собственных элит. Теоретически можно было бы мечтать о том, чтобы придя к власти и получив независимость для своего государства, Борис Ельцин озаботился бы полноценным государственным строительством, выстраиванием институтов и культивированием элит. Увы, политики всегда идут по пути наименьшего сопротивления. Имея и общественный запрос на демократию, и репутацию демократического лидера, Борис Ельцин быстро понял, что реальная демократия несет для него риски потери власти. И начал строительство персоналистского режима, который в 1993 году был оформлен с помощью новой Конституции. Нынешние безграничные полномочия Владимира Путина – прямое наследие Ельцина, узурпировавшего власть задолго до него и не встретившего серьезного протеста со стороны Запада, который устраивала демократическая риторика Ельцина и не интересовала все остальное. Пока другие постсоветские страны выстраивали свои государственные институты в условиях независимости, Москва ставила на службу персоналистскому режиму всю инфраструктуру, доставшуюся ей от СССР. Спецслужбы, всесильная КГБ, советская армия, ставшая российской, система пропаганды, основанная на централизованном управлении телевидением, топливные, банковские и транспортные монополии – ничто не было подвергнуто реформированию. Все осталось либо непосредственно в руках государства, либо в руках олигархов, в действительности близких к власти людей, которых тот же Борис Ельцин и назначил миллиардерами, передав им почти бесплатно многомиллиардные активы. Почему это важно в разговоре о российской несвободе и украинской свободе? Потому что, когда украинцы гордятся своими революциями, они как должное воспринимают независимые телеканалы, поддержавшие протестующих, оппозиционные фракции в реально работающем сильном парламенте, независимых крупных предпринимателей, готовых помогать протестам, не опасая, что власти берут за это их активы и деньги. В России ничего этого не было с начала 90-х. Государство в России – это система, вращающаяся вокруг одной персоны, первого лица, однополярный мир внутри одной страны. Опросите сотрудников хоть большой компании, хоть маленького заведения, как они относятся к своему начальству, к своей работе, к ценностям своего бизнеса. Уточните при опросе, что результаты его будут переданы начальству и изучены им. Можно предположить, что обнаружится какое-то количество нонконформистов, но оно будет несущественным в сравнении с теми, кто совсем согласен и всем доволен. На что они думают на самом деле и где грань между «мне действительно все нравится» и «я так не думаю, но боюсь ссориться с боссом», должен выяснять не социолог, а психотерапевт. Свободная личность спрятана глубоко внутри корпоративной единицы и надежно защищена. Зато, кто не мечтал хоть однажды сказать боссу все, что думает, прежде чем навсегда уйти с работы, было бы куда уходить. В обиходном русском языке в 90-е появилось слово «бюджетники», подразумевающее прежде всего сотрудников социальной сферы, образования, медицины. Люди, чьи материальное положение напрямую зависит от государства, в трудные для экономики года могли чувствовать себя увереннее, чем работники частных предприятий, регулярно оказывавшиеся без зарплаты или получавшие ее вместо денег собственной продукцией, а потом вынужденные ее продавать на улицах. К этой группе примыкают пенсионеры. С тех же 90-х в России распространен сюжет, когда безработный сын или дочь отбирает у своих пожилых родителей пенсию, являющуюся для семьи единственным постоянным источником дохода. По мере реструктуризации постсоветской экономики крупнейшими работодателями России становились принадлежащие государству естественные монополии, такие как «Газпром» или «Российские железные дороги». При этом стоит иметь в виду, что на карте России много так называемых «моногородов», то есть городов, в которых в принципе нет никакой другой работы, кроме завода или месторождения, принадлежащего государственной компании. Люди, материально зависящие от государства, составляют основу российского общества. Частный бизнес несопоставимо менее масштабен в сравнении с государственными гигантами. А есть ведь еще формально частные компании, принадлежащие друзьям Путина, такие как «Сургутнефтегаз». Если подсчитывать общее количество людей, которым государство платит зарплату, финальная цифра будет близка к тем результатам опросов, которые постоянно свидетельствуют о лояльности граждан власти. В демократических странах синонимом слова «гражданин» часто служит слово «налогоплательщик». Государство существует на налоге граждан, и власть в нем производная от общества. В России общество производное от власти. Эта власть диктует обществу порядок жизни. И о своих интересах, в кавычках, люди узнают из вечерней программы новостей по телевизору. Характерно, кстати, что практика заполнения налоговой декларации и выплаты налогов государству в России – это обязанность только тех, у кого есть собственный бизнес. Кипичный россиянин декларации не заполняет. За него по закону это делает работодатель, освобождая работника от лишних хлопот, но и не давая ему помнить о том, что это на его деньги. Путин ведет войну или субсидирует режимы Лукашенко и Асада. А даже если гражданин трубко спросит, «Но это же мои деньги, как он заставит власть тратить их иначе?» На выборах – электоральная система в России под контроль на Кремлю. На протестном митинге в последние годы они фактически запрещены. Легальных способов воздействия на власть в России нет. Даже в диктаторских странах всегда есть устоявшиеся институты, с которыми вынуждена считаться и диктатура. В просоветской Польше конца XX века, когда коммунистическая власть противостояла массовому забастовочному движению, надежным союзником протестующих граждан была католическая церковь, способная сказать «нет» тоталитарному режиму. В странах Африки и Латинской Америки, если диктатор начинал совсем терять чувство меры, в порядке вещей были военные перевороты, и институтом, способным удержать страну от падения в безумие, оказывалась армия. В западной традиции пространством свободномысля традиционно служит университетская среда. Даже в СССР относительную свободу могла позволить себе творческая интеллигенция. За неимением парламента и свободной прессы общественная дискуссия шла в литературных журналах и на подмостках театров. Для путинской пророссии нет проблем ни с церковью, ни с армией, ни с университетами, ни с театрами. Все институты постсоветской России сохранились в том же виде, в каком они когда-то были отформатированы советской властью для своих нужд. От разгромленную еще в начале 20-х годов церковь воссоздал Сталин во время Второй мировой войны в рамках относительной либерализации и уступок западным союзникам. Разумеется, процесс происходил под полным контролем государства. Известно о тотальной инфильтрованности церковной среды спецслужбами. И хотя вопрос о работе нынешнего патриарха Кирилла на КГБ формально остается на уровне слухов, разве это имеет значение, если сам патриарх ежедневно демонстрирует максимальную лояльность Владимиру Путину и христианству в его нынешних проповедях? Гораздо меньше, извините, чем мильдаристской риторики, неотличимая от того, что говорят российские политики с официальных трибун. Российская армия – прямая наследница Красной армии, созданная Лениным и Троцким в 2018 году и сохранивших с тех пор, когда большевики нуждались в присмотре за нелояльными им старыми военными специалистами систему контроля со стороны спецслужб и политических структур. То же касается и университетов. Стоит вспомнить, что даже сам Владимир Путин в финале своей службы в КГБ совмещал ее с должностью помощника проректора в Петербургском университете. Спецслужбы понимали важность контроля за студенческой средой. Что же касается творческой интеллигенции, то здесь постсоветская власть оставила советскую позади себя. Во времена Хрущева или Брежнева подконтрольные Кремлю журналы могли печатать Солженицына. На государственных киностудиях снимал кино Тарковский, а в театрах даже спектакли типа Гамлета были полны понятных советскому зрителю политических аллюзий. Администрация Владимира Путина еще до войны заняла жесткую позицию по отношению к субсидируемым государствам, а других денег в этой сфере практически нет, киностудиям и театрам открыто заявляет, что политическая нелояльность несовместима с работой на государство. После начала войны работу лишились многие нелояльные Кремлю актеры, в том числе 84-летняя звезда театра и кино Лиа Хиджакова, известная своими острыми политическими заявлениями. С Хиджаковой связана интересная интрига, которая решится только в конце нынешнего года. В России есть традиция осмотреть в новогоднюю ночь телевизионную комедию середины 70-х «Ирония судьбы». Одну из ролей в ней играет Лиа Хиджакова. Песни исполняет суперзвезда российской поп-музыки Алла Пугачева, ныне также осудившая войну и эмигрировавшая из России, а главную роль играет польская актриса Барбара Брыльска, также выступившая с жесткими антипутинскими заявлениями. Вероятно, традицию новогодних показов этого фильма по государственному телевидению придется прервать, но это будет не так сложно, если иметь в виду нынешнее российское значение слова «традиция». Традиции в России изобретаются на ходу, и ежегодный показ «Иронии судьбы» явление уже постсоветское, но благодаря телевизионной монополии государства фильм стал частью новогоднего ритуала, и люди уверены, что так было всегда. Похожим образом устроен и культ Второй мировой войны в его путинской версии. Почти религиозное поклонение победе над нацизмом изобретение 21 века. В советские годы память о войне была трагической. В гимне, посвященном победе, была строчка «Праздник со слезами на глазах», а самый популярный фильм о ветеранах не содержал батальных сцен и рассказывал о том, как воевавшие мужчины не могут найти себе место в мирной жизни, что-то вроде романа «Фримарка». Писатели и общественные деятели, прошедшие войну, много внимания уделяли ее цене 27 миллионов погибших и ошибкам Сталина, связанным с войной. Теперь такие разговоры караются уголовным кодексом, а память очищена от трагических ноток и подразумевает неизбежный реванш противостояния с Западом. При Путине появился лозунг «Можем повторить» за несколько лет до того, как Путин действительно решил повторить на Украине. Отзывается ли навязчивая пропаганда ценностей, наспех придумываемых технологами Кремля в душах россиян? На короткой дистанции очевидно, да. Люди, всерьез верящие, что украинское государство захвачено нацистами, от которых его нужно освободить, действительно существуют, но чем больше пропаганды, тем больше и цинизма, апатии и безверия. После начала войны Владимир Путин распорядился проводить в школах политические уроки с разъяснением текущих событий. Спустя несколько месяцев после этого такие уроки решили транслировать по телевидению. Выглядит это как вынужденное использование наиболее эффективного для Кремля способа пропаганды, потому что из учителей пропагандистов сделать не вышло. А верят ли работники пропагандистского телевидения в то, что говорят, вопрос риторический. В начале февраля, например, по соцсетям разошлась информация о модельной карьере в Лондоне, сына звезды пропагандистских шоу Владимира Соловьева, сделавшего карьеру на критике бездуховного Запада. Оказывается, для Соловьева лицемерие основа его работы, но чем он отличается от рядового бюджетника, одобряющего очередное выступление Путина? Оба просто на разных уровнях поставлены в социальные и экономические условия, увязывающие бытовое благополучие с лояльностью. Именно этот принцип делает бессмысленный вопрос о склонности россиян к несвободе. В тех сферах, где человек не зависит от государства, русские неотличимы от людей любого западного общества. Показательно, что профессия, о которой даже официальные лица чаще всего говорят в связи с массовой миграцией, после начала войны и мобилизации, оказался айтишник. Айти-специалисты, способные работать удаленно. Дело не в том, что айтишники более свободолюбивы, просто устройство их жизни позволяет им игнорировать государство, и это понятная привилегия в сравнении с теми их ровесниками, которые вынуждены ходить на работу в государственную компанию и рисковать быть увезенными на войну. Если бы российская экономика была более свободной, если бы зависимость человека от государства не была настолько невыносима, не было бы повода видеть в россиянах послушные винтики государственной системы. Если представить, что завтра путинское государство не справится со своими денежными обязательствами, и людям, как в 90-е, придется заново искать себя на изменившемся рынке, мы снова увидим миллионы свободных людей, которые в последнюю очередь думают о милитаризме, империи и реванше, и тем, кто готов сегодня обвинять их в генетической предрасположенности к несвободе, будет стыдно. 2023 год, февраль, эта статья вышла тогда. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну, а если вам нечего сказать, ставьте прямой простой честный лайк. Статью на английском языке... Да, как говорится, статью на английском языке, видно, что она написана под перевод, опубликовала маленькое издание Russia Post.info, по-моему, ну, собственно, такой американский аналитический сайт. Так-то свои новые свежие статьи я трижды в неделю публикую в телеграм-канале Кашин+. Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц, любая карта российская, а не российская, простая и удобная. Ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании этого ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные, классические, авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал, YouTube-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной, возвращайтесь. Я Олег Кашин, всем спасибо, всем пока, всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok